Добрый день суток, уважаемые подписчики и гости канала Rock'n'Craft. Сегодня неожиданная новинка, неожиданная даже для меня. И честно говоря, я думал, что этот коллектив остался где-то в 90-х. Да-да, в 80-х и немного в 90-х. Но нет, они живы. И оказывается, они прекрасно продаются до сих пор и имеют значительную популярность. А! Альбом меня зацепил. Duran Duran Future Past. Я сомневаюсь, что русскоговорящее население сильно разбирается и любит группу Duran Duran. Однако Duran Duran это безусловно легенды. Это легенды синтипопа и легенды Нью-Вейва. В первую очередь Нью-Вейва. Нельзя этого отрицать. И даже если вы прямо не разбираетесь в дискографии Duran Duran и в их композициях, то у них есть подборка хитов, которые когда вы услышите, вы такие. А да, я знаю эту композицию. То есть у них прямо хиты мирового уровня были и не один. Так что группа весьма значимая в истории. Является ли это роком Нью-Вейв? Является ли роком? Синтипоп точно не является роком. Является ли роком Нью-Вейв? Этим вопросом я уже задавался неоднократно. Так или иначе, в истории популярной музыки Duran Duran давно уже заняли свое место. Забавный факт еще могу отметить, что барабанщик Duran Duran это Роджер Тейлор. Но не тот Роджер Тейлор, который барабанщик в группе Queen. Так что Роджер Тейлор это, судя по всему, просто такая профессия. Ты кем работаешь? Роджером Тейлором. Я, честно скажу, не слушал последние несколько пластинок Duran Duran, потому что я думал, что они закончились на той пластинке, где была потрясающая вещь What Happens Tomorrow, и не знал, что после этого выходили еще альбомы. Так что проверьте по композициям и узнаем, что такое нынешний Duran Duran. Потому что Duran Duran на той пластинке все-таки очень сильно отличался от себя в 80-х и 90-х. Это была современная поп-рок музыка. Invisible. Сразу же бьют с хита. Хит, который бы стал таковым по-любому в 80-х и в начале 90-х. Это просто отличный нью-вейв в смеси с поп-роком. Просто прекрасный. Абсолютно запоминается коротко, в стиле, звук, такой вот ретро-звук, ну, именно ретро-звук из 80-х. Идеально просто. All of You продолжает. Здесь это абсолютный нью-вейв. Припев стадиона роковый. Это вот Back to 80s. Give it all up. Припевы раз за разом очень броские и звучные. Эта композиция больше в синти-поп. Но вот мне непонятно, почему все так любят делать дуэты ныне. Вот не нужен здесь дуэт. То есть как бы Саймон Лебон прекрасно справляется со всеми вокальными партиями. Его вокал ныне практически ничем не отличается от его вокала 80-х и 90-х. Не нужны дуэты. Вот тут точно не нужны. Anniversary. Ну, это типичная радость Дюран Дюран. Такие вещи они делали неоднократно. Ну, как бы юбилей композиция. Ну, радостный юбилей, да, почему нет? So don't you cry Заглавная вещь Future Past Это опять же полубаллада. И это полубаллада стадионного размаха. В свое время Дюран Дюран собирали стадионы. Сейчас, честно говоря, не знаю, на каких площадках они работают. Но стадионный размах остался в крови. Джорджио Мародер. Знаете такого, которого я называю Джорджио Мародер? Да он жив до сих пор, оказывается. Ему 81 год, и он участвует в двух композициях на новой пластинке Дюран Дюран. Beautiful Lies. Самое важное, что здесь есть, это его феерические арпеджиаторы. Это просто реально звук диска, звук в 80-х. И аналогичное Tonight United. Tonight United это такое веселое гимнобъединение. И он тоже сдобрен клавишами Джорджио. То есть, как бы, наше путешествие 80-е продолжается. I'm a winger in the sense I'm a young Wing. Вторая вещь на альбоме, которая мне наиболее зашла. Очень типичный Дюран Дюран. Вот здесь такой динамичный в плане инструментала припев сочетается с гораздо менее динамичным вокалом Саймона Лебона. И в таком ключе, когда я использую такой прием, Лебон звучит лучше всего. Nothing less. А вот здесь тоже такое ощущение, что хотели сделать дуэт. Но оставили только подпевку. Вот женский бэк, вот это вот классно вышло. Hama Head. Такое впечатление, что это третья вещь с Marauder, но нет, его здесь нету. Но синтезаторы фантастические. И без него также справились. Но тут почему-то женский рэп есть. Вот что это такое? Что это за попытки, записывая альбом истинно в стиле 80-х и 90-х, даже делая специально звук такой, ну уже как бы классический, классический звук из тех времен. Зачем вот эта попытка осовременить? Она тут абсолютно неуместна. MoJoy. Роботизированная такая вещь. Опять же, вполне стандартная для Duran Duran, стандартная для тех времен. Мне веселые азиатские бэки здесь понравились. Композиция Fallen. К ней абсолютно применимо все, что я сказал про композицию Win. Это как бы такое продолжение Win. Мне зашла чуть меньше, наверное, просто потому, что она вторична по отношению к Win. Ну, а Win я услышал первый. Ну, и она как-то более запоминается. Но Fallen также хороша. В совокупности. Моя оценка 7,5 из 10. И этот альбом пока что у меня претендует в топ лучших альбомов года. Если убрать все инновации, потому что они тут не нужны. Потому что явно видна концепция и задумка. Задумка была в том, чтобы делать пластинку классического Duran Duran 80-х к началу 90-х. Вот со всеми этими арпежиаторами, со всеми этими синтезаторами в стилях синти-поп и нью-вэйв. И это абсолютно удалось. В плане... Стилистически это 10 из 10. Но в плане материала это 7,5 из 10. Я оценил материал все-таки, а не стилистическую... Удачу. Но удача стилистическая, абсолютная. Я слышал несколько альбомов Duran Duran. По мне, вот это вообще лучший альбом Duran Duran. Вот так вот они прекрасно в 2021-м подвели итог своей классической карьере. С вами был Rock'n'Craft. Спасибо за просмотр. Надеюсь, я вас удивил этим обзором. Надеюсь, что вы послушаете. А кто-то, может быть, скажет, да я Duran Duran с детства люблю. Ну, и слушаю все альбомы. Мне интересно ваше мнение. Оставайтесь на канале. С вами был Rock'n'Craft. С вами был Rock'n'Craft.